Получив огромное наследство, сын уральского заводчика Прокофий Демидов тут же взял на вооружение девиз «Жить весело» и следовал ему до самой смерти. Первым делом свежеиспеченный олигарх отправился путешествовать за границу, чтобы, как он это объяснил, посмотреть на заморскую роскошь и испытать развлечения и наслаждения, которых нельзя достать в России. Везде, где Прокофий появлялся, он устраивал грандиозные кутежи, спаивая и заваливая подарками всех, кто попадался ему под руку, но в конце концов за границей русского богатея разочаровало. Широта русской натуры не произвела на иностранцев должного впечатления, и он вернулся чудить на родину. Но надо сказать, что в 18 веке Россия славилась чудаками и сумасбродами, но Прокофий явно выделялся на общем фоне. Его чудачества не знали никаких границ. Однажды ему взбрело в голову покататься на санях по снегу. Безобидное вроде бы желание, если не учесть, что дело было летом. Прокофий велел скупить всю соль в Москве и засыпать ею дорогу до самой Калужской заставы. Да еще и все листья с деревьев оборвать. В общем, проехался он жарким днем в санях пару раз туда-сюда, удовлетворил блажь свою, да и успокоился. А бесплатную соль с дороги длиной в три версты потом до самой зимы собирали все желающие. Отличился Деминов и когда в Москве появилась мода на очки. Носить их он заставил не только свою прислугу, но также всех своих лошадей и собак, которые выглядели в очках просто уморительно. Особого разговора требует одежда демидовской челяди. Она была просто изумительной. Одна половина ливреи была шита золотом, другая из самого грубого сукна. Одна нога обута в шелковый чулок и изящный башмак, другая в крестьянский лапоть. На выезд Демидова сбегали смотреть толпы москвичей. Еще бы! Представьте себе ярко-оранжевую колымагу, запряженную тремя парами лошадей, управляет которыми карлик и великан одеты черти как. И все в очках. И карлик, и великан в одном лапте и лошади. Москва покатывалась со смехом. Дом Демидова на Басманной улице тоже поражал воображение всех, кто туда попадал. От подвалов до крыши он был весь почему-то обшит железными плитами. В каждой комнате стоял небольшой орган и на каждом шагу серебряные фонтанчики. Фонтанчики не с водой, с вином. Помимо хозяина из этих фонтанчиков с удовольствием угощались настоящие живые обезьяны, которые запросто бегали по дому. Прокофия Демидова по праву можно назвать родоначальником русских реалити-шоу. Как-то раз он пообещал тысячи рублей тому, кто сможет не вставая пролежать в постели целый год. Желающих оказалось предостаточно. Человеку выделяли комнату в доме Демидова, поили, кормили и не спускали с него глаз. А когда претендент не выдерживал томительного лежания, его сикли и выгоняли прочь. Но было и другое реалити-шоу попроще. Награда полагалась тому, кто мог целый час простоять не моргая, при том, что сам Демидов все это время размахивал перед носом человека своим пальцем или рукой. Ну, возможно, у кого-то из вас возникла мысль, а все ли в порядке было у Прокофия с головой? Нет, Демидов был в здравом уме, о чем свидетельствуют другие его проделки. Растрачивая отцовские капиталы на свои безумные затеи, Прокофий не забывал срубить деньжат, профессионально занимаясь ростовщичеством. В должниках у него, кстати, ходили чуть ли не все знатные вельможи России. При этом Прокофий не отказывал себе в удовольствии поиздеваться над теми, кто брал у него в долг. Как-то раз к Демидову обратилась первая статс дамы-императрицы графиня Румянцева, ей нужно было 5000 рублей. Демидов заставил графиню написать расписку, так, мол, и так, обязуюсь вернуть, дальше я цитирую, «в случае же, если сего обязательства не исполню, то объявляю всему свету, что я самая отъявленная подтаскушка». Кстати, Екатерина II хоть в сердцах и называла Прокофия дерзким болтуном, но когда понадобились деньги на войну с турками, послала своего фаворита Орлова занять 4 миллиона именно у Демидова. Жена от Прокофия был дважды, первая жена умерла рано, после чего барин сошелся с некой Татьяной Васильевной Семеновой. Любовница была моложе на 36 лет. С ней Демидов долго жил, не венчаясь, имел детей, а обвенчался, лишь когда ему стукнуло 73 года. Будучи чемпионом среди московских самодуров, Порфирий Акинфич был человеком на удивление образованным и любознательным. Особо он любил ботанику. Почти четверть века собирал уникальный гербарий, который поступил впоследствии в Московский университет и написал дельные исследования о пчелах. В своей московской усадьбе завел Демидов в великолепный ботанический сад, который затем подарил городу. А еще этот самодур самодобенно занимался благотворительностью. Не пожалел огромных денег на воспитательный дом для детей под Кидышей, на Московский университет, кстати, и на первое в России коммерческое училище. Скончался Прокофий Демидов на 77 году жизни в ноябре 1786 года. Похоронили его на кладбище Донского монастыря. И вся Москва, когда-то в голос хохотавшая над проделками главного столичного чудака, теперь рыдала, провожая его в последний путь. Об этом нам в школе тоже не рассказывали.